Дорогие братья, дорогие сёстры. Мечтою каждого мусульманина в последние числа Рамадана, последние ночи Рамадана является застать ночь Лайлатул-Кадр. Ночь предопределения. Ибо в эту ночь любое благое деяние будет в тысячу крат возвеличено Всевышним Аллахом и принято. Мольба в эту ночь будет неотвергаема Всевышним Аллахом. И поэтому каждый мечтает застать эту ночь. Сегодня я хочу рассказать о четырёх благодеяниях, о четырёх вещах, которые желательны в эту ночь. Первое — это молитва, ночная молитва. Его называют «Киямуль-Лайль». Посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи васаляма, в хадисе сказал, «Манкама лайлатал-кадри иманан вахтисаба уфира лаху ма такаддама миндамбихи». Тот, кто будет выстаивать ночь кадра с верой во Всевышнего Аллаха и в надежде на его награду, будет выстаивать ночные молитвы, ему будут прощены прежние и последующие из его грехов. Ночные молитвы начинаются с молитвы Таравихи. Даже есть мнение у имама Ан-Навауи, что тот человек, который участвовал в коллективном совершении Таравихи молитв, он будет причислен к тем, кто провёл всю ночь выстаивание в молитвах. Что можно сделать? Можно продолжить молитвы Таравихи, так как во многих мечетях организованы продолжения после 8-ракадного Таравиха, где-то в полночь, продолжения молитвы Таравихи до 20-ракадов. Даже если они не организованы, вы сами можете их продолжить, отложив для этого уитр молитву на последнюю очередь. Совершив Таравихи молитвы, можно ещё продолжать совершать по два ракаата суннат-намаза ночью. Чем больше вы это будете делать, тем больше успеха вы достигнете. Следующее благое деяние — это иатикав. Иатикав имеет определённые свои правила. Это значит, когда ты заходишь в мечеть, намереваешься задержаться на сутки, на несколько часов, до ночного. Или как вы для себя определите. То есть вы для себя берёте обязательство задержаться в одном из домов Всевышнего Аллаха, в мечети. Тем самым, исключая от себя, отсекая себя от всего мирского с целью привития в себе склонности к поклонению Всевышнему Аллаху. Переосмыслению приоритетов в своей жизни. Для того, чтобы тем самым приблизиться ко Всевышнему Аллаху. Иатикав — это очень богоугодный поступок. То есть иатикав можно совершать в течение всего любого дня года. Но, однако, его актуальность становится намного больше именно в месяц Рамадан. Особенно высока её актуальность в последние числа Рамадана. Ибо в хадисе посланника Аллаха, салли Аллаху алейхи вассаляма, передаётся, что посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассаляма, когда наступали последние числа Рамадана, он сворачивал постель, затягивал уже свой пояс, пробуждал свою семью и поклонялся в мечети. Совершал иатикав поклонение иатикава. И посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассаляма, во многих хадисах к этому призывает. Следующее благое деяние, которое желательно, особо желательно в ночь кадра, это мольба, ад-дуа. Это одно из лучших поклонений Всевышнему Аллаху. Это то, что приближает каждого раба к своему Создателю. Искренне поклоняться, искренне обращаться ко Всевышнему Аллаху. С мольбами. Что просить у Всевышнего Аллаха? В первую очередь прощение, просить у Всевышнего Аллаха. Аиша, радия Аллаху анха, спросила у посланника Аллаха, салли Аллаху алейхи вассаляма, у посланника Аллаха, если я застану ночь кадра, что мне сказать в эту ночь? Спросила Аиша у посланника Аллаха, салли Аллаху алейхи вассаляма. Посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассаляма, сказал, «О Аллах, ты воистину прощающий, любишь прощение, прости меня». Просить у Всевышнего Аллаха прощения за наши грехи, за грехи своих родителей. Просить у Всевышнего Аллаха все, что вы пожелаете. Просить крепкость веры во Всевышнего Аллаха, стойкости в его религии, дозволенный удел. То есть все, что вы пожелаете просить у Всевышнего Аллаха. Следующее благое деяние, которое желательно совершать в эту ночь, это любое благое деяние. Ибо согласно аятам Священного Корана и хадисам Пророка, любое благодеяние в эту ночь будет возвеличено Всевышним Аллахом в тысячу, в тысячу крат. Что же здесь делать? Начиная с самых простых благих деяний. Радущее на лице. Призвать к одобряемому, порицать неодобряемое. Это также милостыня сказано в хадисе посланника Аллаха, саллиллаху алейху саллима. Раздавать милостыню, поддержать малоимущего. То есть найти среди всех вышеупомянутых благих деяний время для того, чтобы совершить какой-нибудь добрый поступок. Да поможет Всевышний Аллах нам всем преуспеть в эти благословенные ночи. Да сделает Всевышний Аллах нас из тех, кто осчастливился, застав ночь Лай-Ляту-Л-Кадр и да продлить каждому из нас здоровье и жизнь для того, чтобы дожить, встретить Лай-Ляту-Л-Кадр и месяц Рамадан следующего года. Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ас-саляму алейкум ва баракату.